Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины Сергей Графский вместе с нами. Сергей, здравствуйте, рад вас видеть. Приветствую, здравствуйте. Украина заявила, что уже полностью контролирует город Суджа в Курской области. В Судже закончены поиск и уничтожение врага, заявил Сырский в докладе Зеленскому. Позже об этом написал и украинский военный павлик Гипстейт. При этом командир подразделения специального назначения Ахмат Абти Алаудинов заявляет, что вооруженные силы Украины сейчас не контролируют Суджу. Если говорить об остальных участках фронта в Курской области, то Украина продвинулась от 1 до 2 километров на разных участках с начала суток и захватила более сотни пленных, заявил Зеленский. Также, по его словам, на этих территориях планируют вводить военные комендатуры. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию в Курской области? Ну, на сегодняшний день украинские силы обороны продолжают операцию по созданию буферной зоны. В общем-то, это абсолютно логичное действие для того, чтобы обеспечить безопасность наших населенных пунктов. В принципе, противник сам нас научил. Он говорил, что задача его продвижения на территорию Украины в Сумской, Харьковской и Черниговской областях может быть создание именно такой буферной, как они говорят, санитарной зоны. Никто же не запрещал Украине создавать свою зону. Поэтому мы и говорим о том, что украинские войска будут продвигаться настолько, насколько позволят ситуации, насколько в этом будет необходимость. Не стоит вопрос об аннексии, оккупации окончательно этих земель. Вопрос стоит о защите своих интересов, защите жизни и здоровья своих граждан. Не более того. Что касается создания военных комендатур, Украина – цивилизованная страна, взявшая на себя ответственность за безопасность населения, которое находится под ее контролем, обязана обеспечить нормальные условия существования, покой и порядок на этих землях. Поэтому будут создаваться соответствующие структуры, которые позволят обеспечить именно поддержание порядка и обеспечение потребностей мирного населения во всем необходимым. Мы не воюем с мирными людьми, и поэтому полностью осознаем необходимость обеспечить нормальное существование тех, кто оказался во власти Украины. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это наступление в Урскую область, оно может масштабироваться, если мы говорим о территориях? И какие все же цели и задачи, кроме создания буферной зоны, они также преследуются в рамках того, что мы сейчас видим и наблюдаем, и анализируем? Вы знаете, как бы очень рано говорить об этом, потому что мы не имели ни одного заявления военно-политического руководства Украины относительно каких-то осязаемых целей и задач этого наступления. Оно продолжается и оно ведется, и здесь очень трудно предполагать, потому что все, что мы предполагаем по состоянию на сейчас, уже через пять минут, может оказаться неправдным. Поэтому мы можем только очень осторожно сделать такие допущения о том, что задачами наступления Украины, и я считаю, что это имеет смысл, является максимальное уничтожение боевого потенциала противника. Принуждение противника оттянуть значительную часть сил и средств для охраны государственной границы того субъекта международного права, который называется пока что Российская Федерация, а это отвлечение очень серьезных ресурсов, снижение боевого потенциала на фронте. Это не может случиться сейчас. Объем и задачи, которые выполняют сейчас войска, они как бы в том количестве и в качестве не позволяют нам говорить о каком-то, например, масштабном наступлении на тот же Курск, прорыв на Москву и так далее и тому подобное. Но они показали, что Российская Федерация оказалась тотально неспособной прикрывать свои территории. И, в общем-то, исходя из того, что является критерием эффективности сил обороны Украины, это уничтожение боевого потенциала, мы будем продолжать эти действия. Кто знает, завтра может это быть Белкородская область, Брянская область, то есть там, где мы можем наносить удары таким темпом и в таком порядке, мы будем это делать, безусловно, потому что противник должен ощущать войну на своей территории в первую очередь. Ну и возвращаясь к тому, о чем я говорил, создание санитарной зоны – это суровая необходимость нашей жизни. Вы знаете, по большому счету, мы прекрасно понимаем, и, кстати, в предыдущем блоке мы об этом говорили, что война переносится на территорию соседнего государства, и Украина обязана взять на себя ответственность за то народонаселение, которое оказалось ее властью. Это дополнительные расходы, это дополнительные войска, это дополнительные ресурсы, но мы вынуждены это делать, мы будем это делать. Как будет развиваться ситуация дальше, посмотрим, но уже сегодня мы видим такие глобальные сдвиги, которые происходят, и, в общем-то, эти сдвиги не в пользу Российской Федерации, они показали, что украинские войска могут вести маневренную войну, достаточно успешную, которая не способна Российская Федерация, поэтому такие удары будут продолжаться, и, знаете, не нужно делать радии, если завтра мы, например, отойдемся к этой территории. Задачи этой операции мы практически уже выполнены, и те сдвиги, которые уже произошли, они как бы являются необратимыми, и частота и темп таких ударов может наращиваться, что может серьезно изменить ситуацию на линии фронта. Пока этого мы не видим, и все разговоры о том, что там кто-то будет отводить войска с донецкого направления, то есть с того направления, где ведутся самые напряженные бои, это, конечно, бред силой кобылы, но, тем не менее, если частота и интенсивность этих ударов будут продолжаться, то противнику нужно принимать меры. С военной точки зрения, скажите, пожалуйста, удалось застать противника врасплох он был? Более чем. К такому наступлению? Более чем. То есть, еще раз повторю, возможно, план, какой-то план обороны Курской области существовал, но одно дело иметь его на бумаге, совершенно другое дело иметь этот план обороны в действии или хотя бы отрабатывать его на учение. То есть, российская военно-политическая машина, российский режим оказался неспособным организовать оборону и противостоять внезапным ударам украинских сил обороны. Поэтому, в общем-то, это и дает нам основания говорить, что такая тактика является достаточно результативной для украинских сил обороны и задачи таких действий выполнены. Нужно понимать, что, я об этом много раз говорил, что в России есть одна сильная сторона, сильная особенность, это ее территория, которую невозможно оккупировать, и никто, в общем-то, не ставит задачи себе оккупацию этих территорий. А, с другой стороны, огромной слабостью России является, опять же, ее обширная территория. Прикрыть ее теми войсками, которые имеются в распоряжении российской власти, невозможно. Поэтому Украина имеет огромное поле деятельности для того, чтобы проводить такие удары на тех направлениях, в которых мы себе это спланируем. По поводу целей и задач. Михаил Подоляк, советник-руководитель Офиса президента Украины, говорит о том, что преследуются не только военные, но и также политические цели. Их четыре. Первая цель – это защита граждан Украины. Российская артиллерия и авиации оттеснены на расстояние, с которого они больше не смогут беспрепятственно наносить удары по Сумщине. Вторая цель – это перерезание военной логистики России, что ослабляет ее оккупационную армию. Третья цель – это демонстрация миру россиянам, несостоятельности военно-политического руководства России, которое не способно защитить собственные территории. Ну и четвертая цель – это открыть глаза россиянам на то, что их страна находится в состоянии войны. И эта война сегодня пришла на их землю. Ну, вы знаете, в общем-то, другими словами мы практически обо всем этом говорили. Я единственное, что могу... Ну, как бы не могу скорить с советником президента по поводу того, чтобы открыть глаза, но здесь у меня присутствует огромный скепсис. Потому что нужно понимать, что если бы россияне не поддерживали этот режим, он бы давно был бы свален. Но так как они всей душой поддерживают этот режим, то открывать глаза тем, кто не хочет открывать глаза, по-моему, бессмысленно. Я бы здесь внес еще дополнение одно. Если говорить о результатах, они, в общем-то, уже даже не политические, экономически интересные наблюдения. Ну, можете счесть это, как мой железнодорожный шовинизм. По моему первому образованию ограничилось перемещение поездов по направлению из Беларуси и Беларусь через вот это, через Курское направление. Есть такое понятие «брошенные поезда», то есть те поезда, которые стоят без локомотивов составлены, то есть перемещение грузов прекращается. Это то, о чем я, кстати, говорил, освещая вопрос о сильных и слабых сторонах России. Слабая сторона расстояния, которые невозможно прикрыть и которые необходимо обеспечивать, используя большее количество ресурсов и усилий. Так вот, видите, даже такая небольшая, в общем-то, по масштабам военная операция приводит к серьезным последствиям для российской власти, для российской экономики. Если такие удары будут наращиваться и повторяться, то речь уже пойдет о таких глобальных проблемах экономического характера и, возможно, позднее внутриполитического характера на территории регионов, которые находятся в зоне влияния этой боевой операции. Есть мнение немецкого военного эксперта Франца Стефана Гади, в интервью Дершпигеля, он заявил, что наступление украинской армии в Курской области в долгосрочной перспективе может обернуться поражением. Для Украины краткосрочные успехи могут обернуться трагедией. Я спрашивал себя, чего должна была достичь эта операция в долгосрочной перспективе расширения фронта было бы выгодно России, потому что у нее больше ресурсов, чем у Украины. И, по его мнению, лучшее, чего может достичь Украина в этой операции, это вынудить россиян отозвать свои войска с Донбасса, однако пока это не происходит. Вы знаете, мы слушаем в последнее время огромное количество таких заявлений, даже среди наших граждан возникает вопрос, зачем мы отправляем войска на Курск, зачем мы это делаем и так далее и тому подобное. Уважаемые друзья, давайте поймем так, что Россия априори имеет большее количество ресурсов, но знаете, Россию можно сравнить с этим огромным слоном. И слон, он не может просто очень быстро и молниеносно реагировать на какие-то возбуждители, на какие-то факторы, которые требуют немедленной реакции. Реакция будет, безусловно, но для этого нужно сделать огромное количество шагов, а это потеря времени. А мы говорим о молниеносных стремительных атаках. Речь не идет о том, что мы и дальше, с упорством маньяков, будем лезть куда-то в район Курска, Курчатова, дальше на Москву. Задача такая не стоит. На сегодняшний день задача стоит такова, чтобы нанести максимальное поражение всем возможным силам и средствам противника, которые мы достигли. Задача стоит размазать усилия противника на большую площадь, а давайте обратимся к элементарной физике. Чем больше площадь, тем меньше давление. Россия имеет больше ресурсов, да, безусловно, но Россия имеет ограниченный военный потенциал. И говорить о том, что Россия может в любой момент времени нарастить какую-то глобальную группировку для того, чтобы выдавить украинские войска с этой территории, ну, не имеет смысла. Могут украинские войска выйти с этой территории? Да, безусловно. И я это подчеркивал, что не стоит вопрос именно о захвате и удержании этих территорий ценой огромных людских ресурсов. Речь идет о молниеносных атаках, имеющих целью нанести максимально возможное поражение боевому потенциалу противника в отдельно взятом месте, отдельно взятой группировкой войск, на которую Россия оказалась неспособна, просто неспособна отвечать. И такая тактика молниеносных атак, она характерна именно для украинских действий, когда мы действуем в составе отдельных маневренных групп, которые позволяют нам делать глубокие рейдовые действия. И мы отточили это мастерство до очень высокого профессионального уровня и, в общем-то, сейчас применяем на фронте. Здесь речь идет о навязывании нашей инициативы ведения войны. На Донбассе мы ведем бои и на других участках фронта, но там нужно понимать, как раз вот этот слон давит своей массой. Он наваливается огромными ресурсами на узком участке фронта, продавливая нашу оборону. Можно туда бесконечно в эту топку войны кидать подразделения для того, чтобы замедлить продвижение этого слона, но мы будем играть по русским правилам. А задача вот этих асимметричных операций именно сделать так, чтобы русские не понимали, что будет происходить в ближайшее время, чтобы русские не знали, с какой стороны будет наноситься удар, какими силами и в каком направлении. И они вынуждены были, знаете, как говорят в украинском языке, смыкаться, то есть распределять эти войска, держать их по разным направлениям, в постоянном ожидании удара со стороны Украины. Мы, если хотите, возвращаемся к тактике 17 века таких набегов с возвращением. Давайте вспомним, разве крымские татары, нападая на своего вассала, московское княжество, они имели желание оставаться на этой территории? Да никогда. Они захватывали Ясырь и возвращались в Освояси. В общем-то, такая же ситуация и здесь. Мы нанесли удар, мы достигли серьезных успехов. И не будет большой трагедии, если буквально сразу после нашего разговора будет принято решение об отводящих средств с территории Курской области. Если есть возможность там еще побыть немного для того, чтобы поддерживать эту буферную зону, да, необходимо. Опять же, это задача войск, делать безопасной жизнь людей своей страны. Мы сделали безопасной жизнь людей на определенной части Сульской области, да, безусловно. В чем трагедия? Я здесь не вижу трагедии. Это рискованно, да, безусловно, рискованно. Но война – это и есть один большой риск. Как говорит Марк Солонин, в поле две воли. Это постоянное противостояние двух армий, двух группировок. И с той и с другой стороны сидят далеко не глупые люди, которые знают, как вести боевые действия. Поэтому наш уважаемый немецкий коллега может иметь какое-то свое мнение, но это не значит, что оно является окончательно правильным, и нужно посыпать голову пеплами, говорить, какие могут быть. Пусть приедет и поможет нам. Сергей, по поводу возможных целей и задач, наш противник продолжает утверждать, что вооруженные силы Украины собирались захватить Курскую АЭС в Курчатово. Ну это бред силы Ковылы опять. Я прошу прощения, я уже устал отвечать на эти вопросы, потому что в этом нет никакого смысла. Ядерная безопасность мира является незыблемой основой нашего сегодняшнего бытия. Никто никогда в жизни не позволит Украине, да и сама Украина, пережив катастрофу на Чернобыльской станции, не будет действовать безрассудно для того, чтобы достичь каких-то успехов. Вопрос, зачем нам Курская АЭС, чтобы что? Зачем нам эта часть русской территории? Мы можем подумать о том, что мы, допустим, переключим мощности этой Курской станции для наших потребностей. Ну, в каких-то влажных фантазиях какие-то неокрепшие умы могут об этом говорить. Давайте посмотрим на этот комплекс задач, который нам предстоит, если мы захватим это. Наши энергетические системы, имеется в виду энергетическая система Украины и того субъекта международного права, который временно называется Российской Федерацией, разъединены более 10 лет назад. Для того, чтобы их восстановить, соединить, перенаправить, для этого потребуется огромное количество времени и ресурсов. Мы не имеем ни времени, ни желания этого делать. Говорить о каком-то идиотском обмене Курской станции на Запорожскую станцию, тоже ерунда абсолютная, потому что Запорожская станция находится в глубине оккупированной территории противника и нет никаких возможностей создать то ли какой-то коридор, то ли создать какие-то условия для эксплуатации этой Запорожской станции в Украине в случае обмена эфемером. Поэтому, если кому-то интересно привлекать к себе внимание какими-то такими декларативными сенсационными заявлениями, я могу это понять, но в реале ситуация выглядит совершенно по-другому. Я знаю, что многие продолжают задаваться вопросом, зачем мы идем в Курскую область, когда у нас все полыхает под Покровском. Дипстейт сообщает, что российская армия оккупировала желанную Орловку Донецкой области, это населенные пункты на Покровском направлении. Сообщается также о продвижении армии России в Нью-Йорке, Николаевке, Журовке и Красногоровке. Я уже отвечу. Я уже ответил на этот вопрос, потому что на этом направлении Россия навязывает свои условия боевых действий, и она таким образом стачивает наш боевой потенциал, да, платя за это огромную цену. Прямыми линейными действиями изменить ситуацию в ближайшее время невозможно. Поэтому мы проводим боевые операции на тех участках фронта, которые Россия не может физически прикрыть, нанося удары противнику с высокой эффективностью и со значительными результатами. Давайте посчитаем только, сколько пленных мы взяли в течение этой операции. Ну, если хотите, того же самого Ясака, о котором я уже говорил. Эти пленные – это наш золотой фонд, на который мы можем обменять наших ребят, которых мы можем вернуть с войны. Это рискованно? Да, рискованно. Мы можем достичь такого результата, следуя алгоритму боевых действий на Донбассе? Нет, не можем. Превосходство российских войск на Донбассе над нашими один к трём, как минимум. Как минимум. На участках прорыва они создают превосходство один к пяти, один к десяти. Мы можем сейчас постепенно стачивать наши подразделения, отправляя их туда, сдерживая противника, понимая, что это просто оттяжка времени. А в параллели, и без какого-то результата, а в параллели мы проводим такие операции, которые имеют военные, экономические и политические последствия. Мы проводим операции, которые позволяют нам с более высокой степенью эффективности, владея инициативой в данном районе, и мы говорим о Курской области, проводить операции, которые позволяют нам выполнять наши задачи и уничтожать боевой потенциал противника, который в противном случае был бы использован противником на этом направлении. То есть наши, если хотите, такие ходы коню, нелинейные действия позволяют в перспективе уничтожать противника и допускать наращивание его боевого потенциала на тех направлениях, где боевые действия ведутся уже. На Покровском направлении, я никогда не забывал, и ведутся самые тяжелые бои этого лета. Противник в отчаянии пытается прорваться, пытается пробиться как можно дальше, выполнить свою главную задачу этой кампании – захватить город Торецк. Мы это прекрасно понимаем, мы это прекрасно видим. И всеми имеющимися силами и средствами, которые выделены для этого района боевых действий, мы пытаемся предотвратить продвижение противника, нанося ему максимальный ущерб. Вопрос, может ли противник бесконечно проводить такие атаки? Нет, не может. На сегодняшний день мы уже отмечаем, что такое понятие, как тактические паузы становятся более длительными, потому что противнику нужно большее количество времени для того, чтобы перегруппировать свои войска, для того, чтобы продолжать такой темп наступления. Но он не может быть бесконечным. И генерал Буданов об этом говорил. Эта война показала, что такой темп наступления можно удерживать еще месяц, полтора, не более. Потом противнику нужно будет остановиться. А теперь представьте, что мы сточили даже бы те войска, которые мы использовали сейчас в Курской области в обороненных боях. Противник там не продвинулся на лишнюю сотню метров, но при этом его боевой потенциал был бы выше по сравнению с тем, что он имеет сейчас. Он не может быстро нарастить этот боевой потенциал. Ему точно так же нужно время. Но эта война – это игра, в которую играют две стороны. И мы точно так же ведем параллельно работу по наращиванию нашего боевого потенциала. И чем больше мы можем уничтожить противника, тем легче для нас будет выполнить последующие задачи. Поэтому да, Покровское направление, Торецкое направление остается нашей главной точкой приложения усилия, где ведутся наиболее интенсивные и отчаянные боевые действия. Но это не отменяет необходимости и возможность проведения параллельных операций, имеющих целью, главное – ослабить боевой потенциал того субъекта международного права, который называется Российской Федерацией. Также Дипстейт сообщает о том, что есть продвижение российской армии на Кураховском направлении около Константиновки и на Купенском около Песчаново. Вооруженные силы Украины отбили территорию южнее около Стельмаховки. Что касается Торецкого направления, в 32-й бригаде вооруженных сил Украины сообщают, что в Торецк проникают российские ДРГ. Основные бои идут уже в городской застройке Северного и Железного. Ситуация тяжелая. Совершенно верно. Совершенно верно. Но соотношение сил и средств, как я говорил, один к трем, один к четырем. Российская армия, имея в сумме где-то порядка 525-527 тысяч человек, может сосредоточить 100-200 тысяч на этом направлении? Да, может. Мы тоже можем сосредоточить какое-то количество войск. Да, можем. Но соотношение сил и средств все равно остается на нашу пользу. Именно поэтому мы проводим такие операции, которые мы провели в Курской области. Кто знает, возможно, такая операция скоро будет проводиться и в других областях, в частности в Белгородской и Брянской области. Дорогие друзья, военные эксперты, полковник Вооруженных сил Украины Сергей Грамский был сегодня вместе с нами на Политеке. Сергей, спасибо вам за этот разговор. И также я благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков канала за внимание. Оставайтесь вместе с нами и берегите себя. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. Продолжение следует...